Приветствую вас, Анна. Знаете, вот первое, на что я хотел бы обратить ваше внимание, вообще вот первое, самое первое, это то, что вы вроде бы говорите, что вам 29 лет, но по тексту уже не похоже, что вам 29 лет. По тексту похоже, что вы, ну, мнение о своего возраста. То есть, если бы я не знал, сколько вам лет, я бы подумал, что вам гораздо меньше. Это говорит о некоторой незрелости вашей. Это говорит о неотсознанности в первую очередь. Несколько важных моментов, на которые хочу обратить ваше внимание. Первое. Почему на вас так сильно влияет мама? Ну, за счет чего она влияет на вас так сильно? Из-за чего вам не хватает, значит, ну, вот мужчины, с которым вы сейчас в отношениях. Не хватает вам от него доброе утро и прочее. Из-за чего, как вы думаете, вы плачете на постоянной так же основе. Это очень важно. Следующее. Следующий момент. Следующий важный момент. Вы выбрали мужчину старше себя. Очень сильно. По ряду определенных причин. Ну, во-первых, очевидно, что с ним вам хочется быть девочкой, ребенком. Вот. Но в остальном, в частности, с мужчинами вашего возраста, вы не можете проявлять себя более импульсивно, потому что вам не интересно с мужчинами своего возраста. Не интересно вам с мужчинами своего возраста в силу того, что вам они кажутся скучными, вам они кажутся, ну, вероятно, неинтересными, да, то есть, ну, неглубокими и так далее, и так далее. Тут вам вот со своими родственниками, со своими родственниками сложно, сложно находиться. Это происходит за счет обесценивания вами своих чувств. За счет обесценивания вами своих желаний, которые в концентрированном виде проявляются в потребности мужчины. Ну, собственно. Который вы описываете. Вот. Дальше. Вы говорите. Я учусь. Получаю высшее образование. Зачем? Нет. Понятно, что вы пишите про тот, кто хочет пожить отдельно, хотите побыть одна. Это понятно. Но, учитесь вы для чего. Вот у меня такое ощущение складывается, что нет глобальной цели у вас, с своей собственной личной. Хотели бы вы с ней. Вы вот пишите, что с этим мужчиной мне уютно, я с ним счастлива. А без него вам по какой причине не уютно? А без него вы не счастливы? Вам, чтобы быть счастливой, нужен мужчина, мужчина. Это вот та проблематика, на которую вам нужно обратить свое внимание. Действия же самого мужчины очень похожи на манипулятивные действия. Если вы обратите внимание, то человек, ну, грубо говоря, был более активным раньше. И стал менее активным сейчас. Это классическая история про манипуляцию. До того он говорит вам о том, что вы не умеете заботиться там, ну, что вы не готовы к детям и так далее. Вы пишите, что хотите всему этому научиться. Как будто бы, знаете, такой противовес человеку. Вот. И здесь я также могу вас, в принципе, спросить, а зачем? Для чего вам семья? Ну и не чувствуется, что вы сильно хотите, значит, пожить одно, несмотря на то, что об этом говорить. Я думаю, что с мамой вы жить привыкли. С мамой вы получаете какой-то выгоду, кроме того. Вам важное мнение судя по тому, что вы пишите, и это безусловно не может не влиять. По поводу мамы. Мама, в общем-то, достаточно травмированный человек. Вот. Мама может быть из чувства страха, может быть по другим причинам не хочет, чтобы вы были с мужчинами. И у вас на самом деле есть запрет на выстраивание отношений с мужчинами. Потому что в своем текущем мужчине вы видите только отца. А вы в нем мужчину как такого не увидите, скорее всего. А с ним вы женщиной не являетесь. Я так вот подозреваю, что свою женскую модель поведения вы не знаете, скорее всего. Ну просто не в курсе, что она из себя представляет ваша женская модель поведения. Вот. И, соответственно, это запрет на отношения с мужчинами. Вы вполне себе можете пронести по жизни большим к моему большому сожалению. Вот. Поэтому... Поэтому... Эм... Значит, ну... С этим людям... Эм... Эм... И работа. Эм... Эм... На мой взгляд... На мой взгляд... Эм... Такая вот история. То, что... Эм... Могу вам сказать. Сказать. Как быть в этой ситуации? Эм... В первую очередь... Эм... Эм... Освободиться от тунамы. Вот. Научиться говорить, что и нет. Нет. Вот. И... Как... 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 Как вам, в принципе... Сказал мой коллега Кудряшов Игорь Леонидович, что... Необходимо жить отдельно. Пока вы с ней живете, вы можете быть... Эм... Собой. Вы... Можете быть... В... 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 Когда вы... А... В... Сейчас... Говорят, что нельзя, поэтому я обязательно платить. Просто... Нужно... Ну, нужно отграничить себя от своей мамы адекватно. Дальше вы уже сможете что-то делать. Вот так, в принципе, я думаю, вам можно ответить на вопрос. Вот на этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи и надеюсь, что ситуация будет разрешена. Продолжение следует... Продолжение следует...